приветствую! в этом видео обзор камеры svboni sv305 pro для съемки объектов космоса через телескоп и съемки через микроскоп с примерами съемки луны планеты туманности будет это видео так как я, как вы знаете, не просто показываю видео распаковок товара и как он выглядит, а рассказываю об опыте использования и о том, какие результаты удалось получить я тестировал камеру на телескопе Celestron C8 с монтировкой EQ5 арсенал с системой управления EQ Star Pro которая дает возможность и наводиться на нужные объекты в небе и гидировать во время съемки вкратце, это цветная камера, которая хорошо подходит для съемки луны планет однако ее возможности более широкие с ее помощью можно учиться делать снимки объектов далекого космоса такие как галактики, туманности, звездные скопления параметры матрицы и камеры вы можете увидеть сейчас на экране прочитать подробно, поставив видео на паузу особенности и преимущества перед прошлыми камерами это интерфейс USB 3 в задней части камеры когда я достал ее из коробки идут вот такие резиновые заглушки здесь мы видим два порта один это USB 3 и в комплекте есть кабель подключающий камеру к ноутбуку или компьютеру второй это порт ST4 порт гидирования если таковое подразумевается и соответственно тоже идет в комплекте кабель для тех кто не в курсе USB 3 подразумевает более быстрое получение кадров при съемке это позволяет проводить съемку луны и планет с высоким фпс и соответственно получить более детализированные съемки видео записи с большим количеством кадров в секунду во многом повторяться не буду обязательно посмотрите обзор камеры SV305 так как эта камера имеет те же параметры и функции и дополнена портом гидирования и USB 3 тогда как в 305 идет USB 2 порт как мы можем заметить у этой более массивный корпус и производитель заявляет что улучшен теплоотвод хотя я не замечал чтобы камеры грелись но возможно они греются где-то внутри в комплекте также шла инструкция на нескольких языках диск с драйверами планеты и луну снимал записью видеороликов с последующей обработкой в итоговый снимок отбором лучших кадров вот такие получились результаты съемок планет марс в 2020 году сближался с землей и это была хорошая возможность рассмотреть на нем детали что касается съемки объектов глубокого космоса то я в этом только учусь напомню что у меня длиннофокусный телескоп с фокусом около двух метров соответственно даже многие галактики не помещаются в поле зрения да, я обзавелся редюсером или редуктором фокуса который немного уменьшает фокусное расстояние телескопа но все равно это не короткофокусный телескоп с широким полем зрения это снимок центральной части туманности Ориона точнее результат объединения серии снимков в программе DeepSkyStacker но были и проблемы так как у меня уже на ноутбуке были установлены драйвера для камеры sv305 то когда я установил драйвера для камеры sv305 Pro программа SharpCab по захвату изображения не видела камеру удалил и установил новую версию SharpCab именно так удалил, перезагрузил компьютер и установил новую версию также были проблемы с установкой ASCOM драйвера для гидирования но как я понял это у меня были проблемы с моим компьютером и операционной системой Windows 10 у других устанавливается без проблем что касается гидирования у нас наступил сезон осенней пасмурной погоды у меня пока было только 3 полных ночи с ясным небом когда я мог разобраться с гидированием телескопа так как раньше я этим не занимался вот в руководстве пользования к камере 305 Pro есть схема один из вариантов гидирования при съемке объектов далекого космоса туманности галактики звездные скопления звезды да и далекие планеты астероиды кометы 305 Pro устанавливается в гид от нее по кабелю ST4 в порт монтировки этот вариант у меня не заработал поэтому 305 Pro я ставил в основной телескоп 305 Pro а 305 Pro в гид отсюда по USB кабелю и отсюда по USB кабелю в компьютер приходили два изображения одно с гид в гидирующую программу а с 305 Pro с основного телескопа изображение в шарп кап а из компьютера кабель от USB подключал к монтировке в порт USB то есть вот вы видите изображение запись с экрана когда я пытался гидировать и по ASCOM и в PHD2 и проблемы были таковы что если я пытался гидировать с использованием порта камеры монтировка начинала уезжать в одну сторону и потом трудно было ее остановить она постоянно смещалась в одну сторону и так и не понял пока не смог разобраться в чем дело настроек здесь невероятно много нюансов вариантов как это дело настроить победить будем разбираться то есть даже если вы будете покупать эту камеру и не планируете организовать гидирование она в любом случае очень хороша в том плане какая у нее чувствительность матрица и скорость записи изображений есть резьба и можно накрутить сюда какой-то из фильтров кроме того при съемке можно воспользоваться так называемой линзой барлоу недавно прикупил также у sv bonnie линзу барлоу 2x мне понравилось что здесь во-первых компрессионное кольцо есть просветление у линз выглядит крепко и надежно если вот таким образом мы устанавливаем камеру в телескоп мы получаем грубо говоря еще больше увеличения и соответственно при съемке луны и планет это очень помогает заснять и рассмотреть больше деталей еще некоторые нюансы и отличия значит у меня есть камера sv205 которая интересна тем что здесь матрица снимающая в 4к однако здесь usb 2 и сама электроника матрицы такова что по usb 2 записывается очень небольшой фпс я точно уж не помню там буквально что около 5 кадров в секунду при съемке на полный формат матрицы и у этой камеры нет варианта съемки части кадра ROE однако огромный жирный плюс этой камеры в том что кабелями ее можно подсоединить к смартфону если смартфон это поддерживает по крайней мере у меня два смартфона xiaomi 4x и mi8 оба пишут видео и снимки с этой камеры но здесь есть определенные нюансы виньетирование есть от которого в принципе можно избавиться при обработке изображений но камера интересная особенно для демонстрационных наблюдений может быть где-то в обсерватории в планетарии для друзей для детей у 305 также usb 2 но кабель который кстати шел в комплекте мне очень понравился к этой камере шел кабель с дополнительным usb то есть если у вас не хватает питания от usb чтобы камера работала можно в два порта вот таким образом в компьютер воткнуть два штекера а другая сторона в камеру и она будет работать и этот кабель который шел к 305 у меня по крайней мере в комплекте он довольно таки тонкий минус это или плюс для меня плюс потому что когда снимал на легком монтировке EQ2 то телескоп не сильно шатается как от толстого кабеля который дубеет на морозе вот такие вот нюансы спасибо производителям за качество а магазину за быструю доставку всем рекомендую бренд svbony ссылка в описании под видео на магазин вам спасибо за внимание и желаю удачи и ясного неба спасибо за просмотр!